Абрикосы 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 страфицированный, хотя можно и само это всё сделать. Это тоже отдельная большая лекция, и скажем так, результат будет скажем так, размытый всё равно. Вот, поэтому, если не заморачиваться, выписали на 1000 рублей кости, что такое 1000 рублей сегодня, Боже мой, вот, положили в какой-нибудь ящик железный желательно, или там сетчатый, закопали в землю, вот, неглубоко совсем, сантиметров 5, так, чтобы он и промок осенью, как положено, в естественных условиях, и промёрз зимой, ровно столько, сколько надо, и весной я начну просыпаться, вы открыли, увидели, что они проклёвываются, и можно тогда уже их аккуратненько на поверхности разложить, песочком присыпать, и не забывать поливать, потому что песочек быстро высыхает. Это идеальный вариант. Значит, прорастёт в худшем самом случае 50%, а это значит штук 25-30, а это значит, у вас огромный абрикосовый сад уже заложен, гарантированный, живой, здоровый, неубиваемый, если человек не постарается. Пожалуйста, самый простой способ. Ну, кто хочет коротким путём, пожалуйста, можно, конечно, и ко мне приехать, выкрепать саженец, а вообще у железа можно также взять черенки, также выписать. Вот. Второй вариант. Немногим сложнее, а всего-то надо уметь прививать. И это делается несложно. Люди, вон, женщины сидят в этих самых, питомничках, и прививают женщины своими ручками раз-раз. Получится, вон, берёте её веточку, потренировались 10 минут, и вот оно у вас всё уже получается. Материалов, как это делается, очень много, даже где-то у меня есть. Можно вот так же у железа выписать этот самый, видеофильмы, диски, на которых как прививать, как сажать, а можно у него просто на вебинар, скажем, не конкретно вчерашний, там, 157-й, а набирать его вебинары, и конкретная цель, как посадить абрикосовое дерево. У вас выйдет там третий, пятый или шестой вебинар и видео. Видео, он вот подводит, сажает, и как ухаживать за ним в дальнейшем. Или так же, как прививать. Тоже всё это в интернете уже есть. Но смотрите железово, и больше никого. А то я тут поначалу же с литературой было очень сложно. Мы же макулатуру сдавали, чтобы что-то найти и купить. А до сих пор сегодня смотрим современные материалы. И там Москва, пожалуйста, перепечатывает всё, что было сто лет назад. И даже рисунки самого Мичурина, который рисовать-то не мог у него. Он не художник был. А нарисовано так вот, я, допустим, я же понимаю, что геометрия, знаю, и сам уже прививаю. И вижу его рисунок накоряканный, ну просто курица лапой. Я же вижу черенок привой и подвоя срезы. Ну они геометрически сделаны так, что они невозможно совместиться, а они же вот в сторонке друг от друга. Думаю, может так надо вырезать, так руку сломаешь, а то, что вырезал, несовместимы. Ну и скваб перепечатывает. Вам что, сложно взять человека, который прививает, и взять наяву, сфотографировать и поставить? Нет. Они это старье перепечатывают ради своих трястицелковых, а сами подняться не могут, чтобы найти истинную, правильную прививочку. Так, ну ладно, я опять туда пошел. Вот, значит, самое простое, это, конечно, с косточки. Нет, прививайте сами. Если и это не можете, ну приезжайте, возьмете у меня, у меня двухлетняя саженца, вон, начинает уже плодоносить. Вот. Единственное, конечно, они будут уступать по, скажем, долголетию косточковым. Но вы на следующий год, через год вы уже попробуете плоды, а дальше больше и придете, пойдете по моей колее меня догнать быстро, элементарно. Вот. Значит, если берете у меня, что я делаю, как надо сажать? Причем выкапываю саженец, я сначала с южной стороны ставлю точечку маркером белым. Точечка эта находится на уровне земля-воздух. И с южной стороны что это дает? Вы приехали, выкопал я, окунул в болтушку, завернул, в мешок, мешок вот завернул. Вы приехали, через часок у себя посадили ровно так, как было у меня. Значит, точечкой на юг, и эта точечка является границей земля-воздух. Так это еще точечка находится на вершине этого холма. То есть холмик нужно создавать. Не копать специально яму, не закладывать никаких туда удобрений, никаких минеральных, ничего. И земля желательно вообще действенная. То есть это вот или с картофельного поля на тележке подвезли и сделали холмик такой. Холмик должен быть высотой минимум сантиметров 20. Можно больше. Потому что он все равно просядет, присядет. В объеме, в смысле в объеме, диаметр этого кружка холмика пологового минимум метра, а лучше полтора. Ну это не должен быть курган, который промерзает высокорослый. Вот. Значит, только во время посадки полили, создали этот холмик. Естественно, конечно, колышек вбить до твердой земли, чтобы саженец вместе с землей не просаживался. Вот. Чтобы он оставался на этом уровне и следить, чтобы первое время, пока травой не заросет, холмик не размывало дождем. Поэтому лучше подсыпать, притрамбовать, а еще лучше сразу уложить дерн со стороны это своего рода цементация. Тогда уже никакой ветер, никакой дождь это дело не размоет и тогда вам уже к нему подходить не придется. Кто-то говорит, а я уже яму выкопал на белые всякой, все, и у меня мало территории, я не могу в стороне посадить. Хорошо. И для таких я нашел хороший выход. Значит, сажайте рядом, на границу, рядышком с ямой, это дерево, не надо ему яму специально копать. Я говорю, единственное, надерн, когда сажаете, вот, подводите, сажайте надерн. Если корень большой, вот, скажем, взяли у меня трехлетнее дерево, то выбрали ровно столько земли для корешка, нижней части его, прям выбрали чуть-чуть луньку, чтобы от уровня чистой земли и до вот этой точечки, которая будет у меня стоять, оставалось все-таки сантиметров 20-25. Если у вас этот корешок не вмещается в этот объем 20, дерево большое, то выбрали ровно, ну там, на штык лопаты, но не больше. Все, поставили дерево, колышку подвязали, а дальше со стороны тележкой привезли, насыпали, спланировали, ну как спланировали, сравняли, чтобы пологий холмик оставался. Вот момент присыпания землей, значит, идет полив, это первый и последний раз. Конечно, исключение есть. В 2010 году была засуха такая, что молодые саженцы еще корни глубоко не пустили, и, конечно, им тяжеловато. Это видно по листочкам. В этом случае, когда земля лопается, можно полить ни ствол, ни конкретно, чтобы замочить штанг, нет, а именно по контуру. Корешки найдут свое. Да, я же отвлекся. Значит, посадить дерево у кого уже готова яма на краешек, на ступеньку или рядом с ним, этим самым я вроде успокаивал людей, вроде как они не зря работали. И вы даете право этому саженцу самому выбирать, где ему удобнее. Дайте ему право выбрать, где он хочет корень запустить в вашу гнилую яму или вот здесь в детственную землю. Ведь сами понимаете, что такое яма с удобрениями, это обжигает корни, яма с навозом, с перегноем. Ну, представьте, как бы я ни выкопал, хорошо, все равно корешки оголились, часть их все равно порвется, обломается, где-то надрезал. это же открытые ранки, открытые. А ведь земля является самым основным заразителем. Ведь там столько бактерий, микробов, которые еще и паразитическими являются. Вот они сразу попадают в кровеносную, в сосудистую систему растения. И вот вам пошло, начало, пол, подано, все, дальше дерево старается с ним бороться, а инфекция в нем все равно остается. Это не очень положительно влияет на его здоровье, на здоровье саженца. Почему я говорил про девственную землю? Там правильно, там нет вот этих поразительных гнилостных бактерий. Там все как в природе и положено. Но тем не менее у нас все-таки саженец пересаженный, он уже пострадал, у него уже стресс, он уже останавливается в каком-то отчасти в развитии. Но если это делается осенью, это нам только на плюс. Этот саженец точно уже не даст побегов сейчас, и почки не проснутся очередные, а значит он лучше приготовится к зиме. И осенней никогда саженцы не подмерзают пересаженной осенью. Никогда зимой не подмерзают. А вот ваш саженец, который вы посадили, не знаю, где купили, может быть даже в горшке, не нарушая корней, посадили в свой субстрак богатый, он у вас может подмерзнуть, потому что у него наоборот рванула вторая, скажем, или третья сила роста, третья волна роста, потому что он попал в очень, скажем так, питательную среду, и он рванул, а тут уже осень же на носу. То есть осень идет полноходом, не носу, зима на носу. Ну и что? У него, конечно, побеги не вызрют, почки не вызрют к зиме, и, конечно, они зимой и подмерзнут. Вот он, в чем парадокс. А нас звучат именно так. Вот. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok